Ну, Сергей, теперь интересно узнать твое мнение об игре как тренера, помощника тренера. Именно об этой игре мы вообще говорили? Да, об этой. А, об этой игре. Ну, игра была равная, в принципе, и команды выкладывались, наверное, на 110%. Хорошо играли в средней зоне, тяжело было набрать скорость какую-то, хорошо оборонялись. Поэтому игра такая была интересная, поэтому результат был такой. Сейчас Радулов, он, в принципе, один из лидеров команды, больше всех по голам, по передачам. С твоей стороны, как тренера защитника, какие-то специальные советы, указания своим ребятам давать? Ну, я вам их не расскажу, потому что командная информация. Понятно, что против таких ребят надо играть с повышенным вниманием. Человек, который мастеровитый, как Сашка, может много сыграть, много сделать, поэтому надо обязательно против него играть, быть готовым к нему во все оружия. Ну, детали я вам уже не расскажу. Понятно. Но вообще восприятие вот таких игр, особенно как сегодняшние, упорные, есть разница между восприятием как игрока, допустим, и как тренера? Конечно, конечно, по-другому все смотришь, по-другому игру рассматриваешь, по-другому видишь это все. Естественно, во-первых, скажем так, наверное, гораздо больше ты готовишься к игре в плане видео подготовки, смотришь больше, поэтому ты знаешь больше о команде, чем когда ты игрок. Ну, и в связи с этим, поэтому такой немножко по-другому настрой подходит к игре. 20 лет в НХЛ, лучший защитник из России по голам и передачам. Вот сейчас, насколько вы оцениваете, изменилась, в принципе, игра защитников НХЛ и что вы можете сказать, ну, как бы самое главное из того, что отличает вас, допустим, и современного защитника? Ну, наверное, про себя я не буду говорить, вообще, в принципе, скажу, что хоккей очень сильно увеличили скорости, то есть ребята более мобильные играют в защите, то есть мы посмотрим, в принципе, сейчас все здорово катаются, хорошо владеют плюшкой, и по большому счету, уровень такого, наверное, средний уровень, хоккей поднялся после локаута, после того, как были отменены все эти зацепы, ребята стали более мобильные, хорошо двигающиеся, катающиеся, вот, и я думаю, что, наверное, это абсолютно, абсолютно наоборот. Нормально, в том плане, что с каждым десятилетиям хоккей прогрессирует, и, наверное, вот это поколение ребят, которые сейчас играют, в средний уровень, наверное, технически повыше. Питтбург выиграл два кубка подряд, последний раз это делал Детройт в прошлом веке, насколько реально три подряд. Ну, мы будем все для этого делать, в принципе, команда сейчас, в принципе, мы набрали ход, и играем неплохо, поэтому надо, в принципе, пока сейчас просто доиграть чемпионат, попасть в боевку, на плейфе все возможно, я думаю, с нашим опытом, составом у нас, почему нет. Можете что-нибудь сказать про Олимпиаду со всеми этими скандалами и прочим? Ну, я не знаю, скандалы даже не хочу комментировать, в принципе, хотелось бы просто ребятам младше нашим пожелать, чтобы они, несмотря на все вот эти обстоятельства, сложности, чтобы все равно они достойно выступили, выиграли эту Олимпиаду. Пожелать им всяких успехов, удач, чтобы вот эта вся шумиха и, скажем, обстановка вокруг Олимпиады их не отвлекала, чтобы они сфокусировались на своей игре и выдали результаты. Спасибо, Сергей.